привет и добро пожаловать на лекцию где мы изучаем основы докер в этой лекции мы рассмотрим общий обзор того зачем нужен докер и что он может для нас сделать мы начнем с докер helicopter view чтобы понять что это на самом деле такое и как это поможет в твоих задачах позволь мне начать рассказа о том как я познакомился с докер в одном из моих предыдущих проектов было требование настроить сквозной стек включающий различные технологии веб-сервер использующий not js базу данных такую как mongodb систему обмена сообщением вроде redis и оркестрацию с помощью энсиба из-за того что компоненты были разнородные мы столкнулись множеством проблем разработки и поддержки этого приложения во-первых их совместимость с базовой операционной системой мы должны были обеспечить чтобы все эти разные сервисы были совместимы с версией операционной системы которую мы планировали использовать случалось что некоторые версии этих компонентов были несовместимы с с нам приходилось останавливаться и искать другую с совместимую со всеми этими службами во-вторых нам нужно было быть уверенными в совместимости сервисов и библиотек зависимостями boys у нас были проблемы когда для одной службы нужна была одна версия зависимой библиотеки а для другой службы другая со временем архитектура нашего приложения менялась нам пришлось обновить компоненты до более новой версии поменять базу данных и так дальше и каждый раз когда что-то менялось нам приходилось проходить один и тот же процесс проверки совместимости между этими различными компонентами и базовой инфраструктурой эта проблема с матрицей совместимости обычно называется матрица из ада далее каждый раз когда у нас появлялся новый разработчик нам было действительно сложно создать новую среду новым разработчикам приходилось следовать большому набору инструкций и запускать сотни команд чтобы наконец настроить свою среду они должны были убедиться что используют правильную операционную систему правильной версии каждый из этих компонент и каждый разработчик должен был настраивать все это каждый раз сам у нас также были разные среды для разработки тестирования и продакшена одному разработчику было удобно использовать одно с другим другую поэтому мы не могли гарантировать что созданное приложение будет работать одинаково в разных средах и так все это значительно усложнило нам жизнь в разработке создании и доставке приложения мне нужно было что-то что могло бы помочь нам с проблемой совместимости что-то что позволит нам изменять или заменять эти компоненты не затрагивая другие компоненты и даже изменять базовые операционные системы по мере необходимости и этот поиск привел меня докер с докер я мог запускать каждый компонент отдельно но со своими собственными библиотеками и зависимостями от одной и той же виртуальной машины и ос все упаковывалось в отдельное окружение контейнер нам просто нужно было один раз собрать конфигурацию докер и теперь все наши разработчики могли начать работу с простой команды запуска докер независимо от того какую операционную систему они используют все что им нужно было сделать это убедиться что в их системах установлен докер так что же такое контейнер контейнеры это полностью изолированные среды в них свои процессы и службы собственные сетевые интерфейсы собственные средства монтирования это похоже на виртуальные машины за исключением того что все они используют одно и то же ядро операционной системы мы немного рассмотрим что это значит также важно отметить что контейнеры не новость в докер контейнеры существовали около десяти лет вот некоторые из типов контейнеров lxc lxd lxcfs и другие докер используют контейнеры lxc настроить эти контейнерные среды сложно поскольку они очень низкого уровня именно здесь докер предлагает инструмент высокого уровня с несколькими мощными функциями которые делают его действительно легким для таких конечных пользователей как мы чтобы понять как работает докер давай сначала вернемся к некоторым основным концепциям операционных систем если ты посмотришь на такие операционные системы как убунту fedora сюз или центрос все они состоят из двух вещей ядро оэс и набор по ядро операционной системы отвечает за взаимодействие с базовым оборудованием в то время как ядро операционной системы остается тем же данном случае линус свой программное обеспечение расположены выше отличается для разных операционных систем это программная обеспечение может состоять из интерфейса пользователя проверок компиляторов файловых менеджеров инструментов разработчика и так далее в итоге у нас есть общее ядро linux используемая во всех операционных системах и некоторое настраиваемое программное обеспечение которые отличают одну операционную систему от другой ранее мы говорили что контейнеры докер совместно используют базовое ядро что на самом деле означает совместное использование ядра допустим у нас есть система с уэс убунту с установленным на ней докер докер может запускать поверх себя любую версию с если все они основаны на одном ядре в данном случае linux если база операционной системы является убунту докер может запускать контейнер на основе другого дистрибутива например дебиан fedora сьюз или центрос в каждом докер контейнере есть только дополнительное программное обеспечение которое делает операционные системы разными это то про что мы говорили на предыдущем слайде и докер использует базовое ядро своего хоста которая работает со всеми вышеперечисленными операционными системами а какая с не имеет такого же ядра windows и поэтому ты не сможешь запустить контейнер на базе windows на докер хосте cus linux для этого нам потребуется докер на сервере windows ты спросишь разве это не недостаток невозможно запустить другое ядро в операционной системе ответ нет потому что в отличие от гипервизоров докер не предназначен для виртуализации и запуска различных операционных систем ядер на одном оборудовании основное назначение докер контейнеризация приложений а также их отправка и запуск окей это подводит нас к различиям между виртуальными машинами и контейнерами вещи что обычно делают те кто занимается виртуализацией как видишь справа в случае с докером у нас есть базовая аппаратная инфраструктура затем операционная система и докер установлены на о с докер может управлять контейнерами которые работают с библиотеками и зависимостями сами в одиночку случае виртуальной машины у нас есть о с на базовом оборудовании затем гипервизор такой как и sx или какая-то другая виртуализация а затем виртуальные машины как видишь у каждой виртуальной машины внутри своя операционная система толстый слой зависимостей а затем приложение эти накладные расходы приводят более высокому использованию вычислительных ресурсов поскольку приходится крутить несколько виртуальных операционных систем с их ядрами виртуальные машины также потребляют больше дискового пространства поскольку каждая виртуальная машина тяжелая и обычно имеет размер гигабайтах тогда как контейнер докер легковесный и обычно имеют размер в мегабайтах это позволяет докер контейнером загружаться быстрее обычно за считанные секунды тогда как виртуальные машины как мы знаем грузятся по несколько минут так как для этого требуется загрузка всей операционной системы также важно отметить что докер имеет меньшую изоляцию поскольку больше ресурсов используется совместно между контейнерами например ядро тогда как виртуальные машины полностью изолированы друг от друга в случае виртуальной машины у нас могут быть разные типы операционных систем такие как linux или windows на основе одного и того же гипервизора тогда как на докер хосте это невозможно но так все же что выбрать контейнеры или виртуальные машины я скажу так выбери лучшее от обеих технологий ты можешь работать с контейнерами на виртуальных хостах докера виртуализация даст тебе возможность легко вводить выводить из эксплуатации или перемещать большое количество докер хостов а контейнеризация быстро масштабироваться и легко обновляться с таким подходом тебе не нужно создавать определенную виртуальную машину под конкретное приложение теперь задача этой виртуальной машины запускать контейнеры и делать это хорошо и это эластичность и гибкость отлично подходит к облачным вычислениям в облаке сегодня ты можешь иметь тысячи контейнеров на сотнях докер хостов а завтра легко вырасти или уменьшится при необходимости это были ключевые различия между ними и так как нам сделать все это руками на сегодняшний день доступно множество контейнерных версий приложений продукты большинства организаций хранятся в контейнерах и могут быть получены из общедоступного докер-регистри под названием докер-хаб например ты можешь найти образы наиболее распространенных операционных систем баз данных и других сервисов и инструментов как только ты определился с образом тебе нужно установить докер на свой хост для запуска приложения просто напиши команду докер-ран с именем образа в этом случае запуск команды докер-ран ansible запустит экземпляр ansible на докер хосте точно также запустим экземпляры mongodb redis и node.js с помощью команды докер-ран когда ты запускаешь но джес просто укажи расположение репозитория кода если тебе нужно запустить несколько экземпляров веб-службы просто создай требуемое количество экземпляров и настрой какой-либо балансировщик нагрузки на входе случае отказа одного из экземпляров просто уничтожь этот экземпляр и запусти новый instance существуют и другие решения для обработки таких случаев их мы рассмотрим позже в ходе этого курса мы говорили об образах и контейнерах давай поймем разницу между ними образ это пакет или шаблон аналогичный шаблону виртуальной машины с которыми ты может быть работал мере виртуализации он используется для создания одного или нескольких контейнеров докер запускает экземпляры образов которые изолированы имеют свои собственные среды и процессы как мы видели раньше многие продукты уже докеризированы если ты не можешь найти то что тебе нужно ты можешь создать образ самостоятельно отправить его репозиторий докер хаб и сделать его доступным для всех если посмотреть традиционно приложение разрабатывают разработчики потом передают апстриму для развертывания и управления в производственных средах они делают это предоставляя набор инструкций таких как информация о том как должны быть установлены хосты какие предварительные условия должны быть соблюдены и как должны быть настроены зависимости и тому подобное команда ops использует это руководство для настройки приложения поскольку команда ops не разрабатывала приложение самостоятельно они борются с его настройкой когда они сталкиваются с проблемой они начинают дергать разработчиков с докер основная часть работы связанная с поднятием инфраструктуры теперь находится в руках разработчиков видят докер файла руководство ранее созданное разработчиками для настройки инфраструктуры теперь просто ложится в докер файл для создания образа приложения этот образ теперь будет работать на любой контейнерной платформе и гарантированно будет работать везде одинаково таким образом команда оперирования теперь может просто использовать образ для развертывания приложения поскольку образ работал когда разработчик создал его а другие операции не изменяют образ он продолжит работать таким же образом при развертывании в производственной среде. Это все в этой лекции. Жду тебя в следующей.